Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сангейтс начинает свою программу. Сегодня понедельник, 28 ноября в Чикаго, 9 часов 25 минут утра, на восточном побережье 10 часов 25, Вашингтон, Нью-Йорк, на западном побережье Лос-Анджелес, Сан-Франциско, это 7.25, в Москве в этот час 18.25, 9 часов разница, и у нас на связи западный шаман Сергей Мельников. Сергей, здравствуйте! Я рад всех приветствовать! Мы рады тебя также приветствовать, поскольку встреча, так сказать, с тобой, и по моему, по моей оценке, по оценке наших радиослушателей и ютуб-зрителей всегда радует, потому что вопросов достаточно много, да, и в связи с твоей занятостью, ну так оно и происходит, что не всегда, скажем так, нам приходится встречаться тогда, когда мы хотели быть. Вот, но тем не менее, сегодня одна из таких встреч, ну и я беседовал с одним из тебе знакомых людей, и вот была интересная такая у нас с ним беседа, он собирается приехать в Соединенные Штаты, и он спрашивал, как там, вот обстановка и так далее, и так далее, ну у него есть тоже ученики, и вот мы продолжали беседу, и он говорит, ну вот, грядут какие-то изменения, грядут изменения. Я говорю, какие изменения? Глобальные изменения. Ну это мы знаем, есть такой вот 26 тысяч летний цикл, и мы находимся вот уже где-то, ну в периоде 26 тысяч лет погрешность, понятно, год, два, десять, двадцать, это не такая большая, ну, примерно в это время, вот происходили, возможно, там смещение всяких полюсов, то есть какие-то глобальные, какие-то катаклизмы, возможно, ну, речь шла в данном случае о Йеллоустонском, таком, ну, типа вулкане, который там где-то внизу всем известная такая вещь, и если там уже грохнет, так это мало не будет всем, то есть это и цунами, это и там наводнения, это всемирные потопы типа, то есть там, в общем-то, греет, зреет, достаточно серьезно. Ну вот давай с тобой на эту тему поговорим. Вообще, как ты относишься, в принципе, к таким вещам? Есть ли смысл вообще об этом думать? Бункер строить не поможет? Я бы сказал так, что идея, ну, какого-то конца света, она всегда витала в воздухе, сколько помнит себя человечество, столько эта идея, она постоянно витала в воздухе, еще Христос говорил, значит, грядет конец света, покайтесь, там у вас мало времени. Но прошло две тысячи лет, ничего особо не случилось, просто понятие мало времени, оно, возможно, просто не в человеческом смысле. Как я ощущаю, да, я ощущаю возрастание мировой напряженности. И это касается не только, я бы сказал, процессов в человеческом социуме, но и, можно сказать, в планетарном. То есть, планета, как живое существо, она как будто сейчас начинает пробуждаться. Когда кто-то просыпается, то это вот некая встряска всегда, изменение состояния, то есть, переход из одного состояния в другое. Я это чувствую, что да, это уже происходит. То есть, вот, но я не чувствую, что в ближайшие вот прямо несколько лет будет какой-то конкретный такой катаклизм. Я чувствую, что будут постепенные изменения, которые просто ускорятся, да. И, возможно, будут какие-то потрясения в том числе, но я не чувствую это как конец света. Я чувствую это как начало света. Вот, как некое обновление планеты, которое происходит в соответствии с какими-то циклами, которые, ну, напрямую с человеческой деятельностью не связаны. Имеется в виду напрямую с человеческой деятельностью, имеется в виду материальной деятельностью, правильно? Ну, и материальной, и ментальной тоже. Потому что планета, как я понимаю, сама по себе, это тоже живое существо, и она живет, можно сказать, в своем времени. Так же, как вот есть какие-нибудь бактерии, которые живут там в кишечнике человека, а есть человек, вот он днем там водорствует, ночью спит. И, ну, если, конечно, какие-то бактерии там разбушуются, то, да, ночью будет беспокойный сон. Но, тем не менее, есть какие-то ритмы, скажем так, естественные, которые по-любому происходят. Я ощущаю, что в первую очередь это связано вот с этим. Но человечество, конечно, оно своим вот этим вот беспокойством и напрягом, оно вносит свои корректировки, на мой взгляд, не в лучшую сторону. Но, тем не менее, есть тенденции, что это может разрулиться гармонично. То есть, я не вижу вот однозначности в том, что будут какие-то суровые катаклизмы, которые внезапно, значит, все разрушат. Я думаю, будет постепенный процесс, который растянется на десятки лет. Но тогда действительно возможны сильные изменения, в том числе и ландшафт какие-то. Ну, я как-то слушал Алексея Пахабова тоже на тему, как он видит какие-то изменения. И он говорит, он не видит вообще никаких таких вот таких серьезных каких-то изменений, типа войн там очень глобальных таких. И изменения, может быть, даже климатических этих самых. Как ты считаешь это так? Войн я тоже не чувствую глобальных. Я чувствую, что сейчас есть тенденция к разрядке. И начиная с 2017 года будет некое утверждение новых тенденций. Старые тенденции, они приходят к завершению и уходят. Они уходят. Которые могли бы привести вот именно к таким неразрешимым противоречиям, которые решаются только путем какого-то глобальной потасовки. В этом плане я чувствую, что есть тенденция именно к разрядке. Что касается планетарных процессов. Ну, планета живет в своем ритме. Материки всегда двигаются. Когда-то интенсивнее, когда-то не так интенсивно. Но сейчас я чувствую, что планета как живое существо пробуждается. И этот процесс будет более интенсивен. Но я бы сказал, в горизонте именно в геологическом смысле. То есть, это в человеческом смысле. Может, нынешнее поколение не застанет никаких глобальных. Но для Земли в рамках ее времени сейчас процесс идет гораздо быстрее, мне кажется. Вот. И в этом плане думать об этом имеет ли смысл? На мой взгляд, имеет смысл подумать о том, что безо всяких концов света каждый год умирает миллионы людей. Если посмотреть по типику, то каждый год сейчас умирает примерно столько же, сколько за всю мировую войну вторую умерло. Причем, имеется в виду, умерло в результате, ну, как жертвы военных действий. То есть, война и конец света – это, на самом деле, не главная причина смерти людей. Потому что люди умирают в гораздо больших количествах по совершенно бытовым причинам. Вот. Вот пошел, вышел за хлебом и умер. То есть, действительно, имеет смысл думать о смерти. Но человек, когда чувствует свою смерть, он пытается ее натянуть на весь мир. То есть, что вот это конец мира. Но это конец его индивидуального мира. Бывают также некоторые пророчества, они, как сказать, основываются на том, что человек, он выходит в тонкий мир, да, и он обнаруживает, что есть сила смерти, да, которая вот движет тоже, влияет на процессы. Но она там была всегда просто. И сейчас он ее заметил. А он решил, что вот сейчас как раз она начинает действовать. Хотя действовала она всегда. То есть, смерть всегда собирает свой урожай, миллионы в год. Вот. И, соответственно, о смерти думать имеет смысл. Имеет смысл иметь в виду, что вот данная секунда может быть последней. В этом есть смысл. Но бояться смысла нет. Но надо осознавать, помнить о смерти. Ты знаешь, у нас есть такая на радио реклама. Надо подготовиться к неизбежному. Что для этого делать? Вот ты говоришь, надо подготовиться. Ну, неизбежно мы как-то перейдем в другое состояние, будем так говорить. Измененное состояние сознания, да, и вообще в другое тело. Так вот, что для этого рекомендуется делать? Купить место на кладбище. Это очень популярная у нас реклама на всех радио идет, потому что место на кладбище дорожает. Это очень дорогое. Я серьезно говорю. Это очень дорогое удовольствие. Я, правда, не слышал, дорожает ли кремирование, скажем, как это, в общем-то. Но вот место на кладбище купить надо. Причем я тебе скажу, это хороший инвестмент. Можешь себе представить? Это вот до чего... Погребальный бизнес кризисов не знает. Да, да. Вот. Но хорошо. Подготовиться к неизбежному надо. Сознание надо. Имеется в виду... Подготовиться как? Подготовиться, скажем, к переходу в другой мир, да? И если учесть о том, что вот то, что находится внутри нас душа, она когда-нибудь куда-нибудь инкарнируется, правильно? Есть даже определенный период времени, то тогда вообще по ведические системе, по ведические традиции считается так, что если человек набрал какой-то себе опыт знаний, набрал свой жизненный путь, действительно понимание своей природы, духовной природы человека, он уже с этого не упадет уровня. Он будет дальше, создастся какие-то такие предпосылки, чтобы он и родился куда-то там в такой конкретной семье, где есть возможности для дальнейшего обучения и так далее, и так далее. Как ты считаешь, это справедливо? Я думаю, да. И в плане подготовки здесь подходят все виды действий и практик, которые обращают сознание к своему истоку. То есть есть некий исток нашего существования, и этот исток, он вне рождения и смерти. И чем в большей степени мы начинаем его осознавать и проявлять в своих действиях, то, что на Востоке называется истинная самореализация, то, соответственно, это и есть подготовка к тому моменту, когда вот это тело исчезнет, в конце концов, по естественным причинам. И в итоге мы окажемся в каком-то другом состоянии, но если мы близки к своему истоку и осознаем себя как нечто большее, чем тело, то, соответственно, для нас это происходит с наименьшим травматизмом, скажем так. Что касается сохраняется ли уровень, мне понравилось, вот не помню, к сожалению, источника, где я это прочитал, что пока ты в сансаре, даже самые высшие достижения могут быть внезапно утрачены без объяснения причин. То есть, если ты достиг какого-то уровня, но не достиг освобождения, то этот уровень, допустим, в какой-нибудь сатью югу, может быть, у всех по умолчанию высокий духовный уровень, способности какие-то, долгий срок жизни, счастья и так далее, наступает калий юга, то есть некие силы, большие, чем человек, они, скажем так, влияют на ход событий. То там даже если ты обладал каким-то уровнем, но этот уровень был связан не с тем, что ты осознал свой исток окончательно, а с какими-то внешними условиями благоприятными, тогда этот уровень, он, так сказать, точно так же кончится. Ну, так что здесь имеет смысл, переходит только то, что подлинно твое, что подлинно близко твоей душе. А я бы сказал, из тех навыков, которые мы нарабатываем в этом мире, включая даже навык медитации, медитативных практик, большая часть этих навыков, она никуда не перейдет, и смысла особого не имеет в новом состоянии. Ну, так же, как, например, в нынешнем моем состоянии, например, вот у меня есть какая-то память о прошлых жизнях, например, навык махания мечом. Вот когда-то там был я воином, да, и умело владел там мечом, но сейчас мне этот навык вообще не нужен, но он совершенно не перешел в это, так сказать, в мое новое воплощение, так же, как и физические какие-то данные, которыми я обладал, потому что сейчас задачи другие. С другой стороны, вот некое качество такого воли, наверное, да, то есть воля, которая нарабатывалась в процессе вот овладения этими навыками, то есть не сами навыки, да, не вот эта форма в виде боевого искусства или какого-то вот практики там буддийской или христианской, да, а именно само вот это вот усилие души, направленное на овладение своими оболочками. Вот это, я думаю, оно действительно со временем растет и никуда не теряется, или то, что в христианской традиции называется сокровище на небесах, или в буддийской, по-моему, духовные заслуги, или там вот в индуистской. Вот, так что здесь переходит способность души контролировать свои оболочки через там, неважно что. Вот, а сами конкретные навыки, например, если ты умеешь там, грубо говоря, летать в этой жизни, то совершенно не факт, что это там перейдет в следующую, если ты не достиг освобождения. Вот, окончательным является только освобождение, остальное, оно может быть, но не быть активным, например, уйти в пассив, да, как вот пассивные там гены есть, да, генетические материалы, если взять ДНК. Да, там есть гены молчащие, есть гены говорящие, то есть те, с которых сейчас считывается информация. А, соответственно, наша душа – это, ну, нечто такое вообще трудноподдающееся описанию, и там довольно много, что называется, молчащих областей, в которых, в том числе, могут быть какие-то достижения, которые сейчас по каким-то причинам, связанным вот с тем или иным периодом, там, Кали-юга или Сати-юга, они неактивны, например, или активны, да. То есть, нету линейности, как я чувствую в этом, да, и если ты сейчас чего-то достиг, совершенно не факт, что ты, как бы, этого же достигнешь, там, в следующей жизни с большей легкостью, может быть, в следующем воплощении будет нарабатываться что-то совсем другое. То есть, для меня этот процесс не имеет такой, я бы сказал, жесткой линейности, ясности и определенности, но, безусловно, тенденция есть, накапливается некая сила души от воплощения к воплощению. Ну, это я чувствую, да, так и есть. В общем-то, да, я понял, но, в общем-то, имеется в виду не то, что там достиг и получил способность хитхи, там, летать, там, я знаю, перемещаться в пространстве, нет. Имеется в виду способность и возможность познания только и всего. Не физические какие-то вещи, а именно страсть к познанию самого себя, то есть своей духовной природы, больше ничего. Понятно, что мы были в прошлых жизнях там и кшатриями, и вайшами, и там, и шудрами, поэтому это не означает, что мы достигли мастерства где-то в обувном деле, стали сапожниками великими или там портными. Это не значит, что в следующей жизни мы будем точно такими же людьми. Имеется в виду о том, что предпосылки, которые мы создаем в этой жизни, и те навыки, которые мы получаем в этой жизни, опять же, не физические, не специальности, а именно познание самого себя, они остаются, когда мы перерождаемся. Вот это имеется в виду. Я думаю, да, в этом смысле согласен, да. А, Сергей, скажи, пожалуйста, вот, допустим, ну, нас в основном слушают люди, наши с тобой программы слушают люди, которым ты знаком, знаком по своим практикам, твои ученики, те люди, которых интересует вот эта сама тематика, которую мы ведем. Ну, ведь мы же занимаемся, допустим, материальной мере разными вещами, и у нас и программы разные. Вот, допустим, люди, те, которым, ну, им до лампочки, вот они живут и живут сегодня в этом мире. Как бы ты посоветовал, допустим, им быть? Ну, то есть, вот они воспринимают информацию так, как она есть, как им дают информацию, доносятся не где-то вот наши программы, а как она доносятся в газетах, в интернете, там, по телевидению. И они просто в беседах, в разговорах за столом. Поэтому, кто-то воспринимает ее действительно так, как она есть. Вот, как им быть в этом плане, допустим, ну, условно говоря, есть продвинутые, есть непродвинутые. Терпеть не могу это слово, но, тем не менее, оно существует в эпиходе. Вот. Как относиться непродвинутым, будем так говорить, которые не знают вообще-то и не верят вообще в такое понятие, в такое слово, как реинкарнация, инкарнация. Жить. Я бы сказал так, что когда человек готов воспринять какую-то информацию, то ситуация к этому подталкивает. Но я бы сказал так, что первое, в первую очередь, это должна быть вот правдивость перед самим собой. Это я вот постоянно для себя отмечаю, и я бы сказал, что каждый нормальный человек может совершенно правдиво выследить, что им руководит на самом деле. То есть, он может не распознать, что там ему кто говорит, какого кто уровня, насколько кто продвинут, да, но себя-то человек может распознать, да, те мотивации, которые им движут. И если, например, создается какой-то ажиотаж, вот какая-нибудь секта, например, да, у нас в России тут периодически возникает. Одна из последних там, все готовились к концу света, ушли, зарылись какие-то норы в землю, откуда потом милиция всех выкапывала. То есть, что, да, взрослые еще и детей своих потащили, жили там, значит, но это было давно уже. Сейчас, не знаю, давно такого не было. Вот, то есть, некие на чем играют, да, либо на страхе смерти, либо там на гордыне и так далее. То есть, что резонирует вот с тем, что говорится, да. А обычно говорится там, говорятся разные вещи, могут в том числе говориться и очень светлые и возвышенные с цитатами писаний там и так далее. Но важно, что в нас на это реагирует, за что дергают, да, вот за страх, за там желания какие-то, или там за гордыню, или действительно душа отзывается. Вот различить это в себе, что отзывается на то, что говорят, это может абсолютно любой человек, если он приложит необходимые усилия. То есть, нужно приложить усилия, да. То есть, не лениться и осознавать. Не лениться, а осознавать реальность. В том и в том объеме, да, в котором человек на данный момент может. И я бы сказал, еще реальность тоже такая, как слоеный пирог, или даже не слоеный пирог, а такая многомерность. И если к человеку пришла какая-то информация, значит, в этом есть для него какой-то смысл. Это отражение каких-то его внутренних качеств, да. Какие-то внутренние качества ввели его в резонанс с этой информацией. По крайней мере, та, которая вызывает явный отклик. Сейчас довольно много информации вот обо всяком оккультизме, там, мистики и так далее, инкарнации под разными там предлогами об этом говорится. Если вы к нам не вступите, то вас просто карма завтра накроет. Вот. И так далее. Бывают и такие. То есть, манипулирует этими понятиями кто как только хочет и может. Вот. Но понять, за что тебя дергают, в принципе, может. Любой человек достаточно правдивый перед самим собой. И на каждом уровне есть свои инструменты, которые на этом уровне помогают найти, скажем так, нужное направление. Верить в себя, осознавать, быть искренним. Я думаю, это важно. В первую очередь. А уж потом какие-то конкретные более навыки. Потому что навыки – это как меч. Но рука – это кто-кто ты, каков ты. То есть, то, что его держит. Либо это крепкая рука, либо это слабая. Либо, не знаю, будет она рубить младенцев или деревья. Потому что, как говорится, это зависит от более тонких моментов. И эти тонкие моменты – это вот эти внутренние качества, которые на каждом уровне доступны человеку. Пусть там он не идеал святости, продвинутости в той или иной форме. Причем понятия уровня тоже в разных школах очень разные. По-разному он оценивается. Также я встречался с контактерами разными. То есть, с людьми, которые контактят с высшими учителями. Причем я общался с рядом людей в той или иной форме. И я чувствую, да, вот в них есть это. Я им доверяю. Но в то же время я вижу, что есть и разница. То есть, они вроде бы черпают из одного источника. Но то, как они это проводят через себя, по-разному. У меня у самого есть какой-то контакт с этими высшими силами. Он есть. Но у меня он опять же идет по какой-то своей колее. В этом плане нет такого единого алгоритма, который был бы верен для всех случаев. Даже у тех, как я понял, кто имеет прямую связь с тем уровнем, который принято считать божественным. Но всегда есть прямая связь с самим собой. И всегда можно четко выследить, что ты сейчас хочешь, каков ты в этот момент. Вот это доступно абсолютно каждому человеку. Не каждому доступно поговорить с Богом, но каждому доступно осознать себя. Каков ты. И если человек это будет делать, то в конце концов он осознает в себе и нечто божественное тоже. Потому что именно вот эти качества, чистоты, ясности, осознанности, когда ты действительно искренне следуешь каким-то глубинным позывам, которые, по сути, коренятся в том же истоке, что и те позывы, которые идут через продвинутых великих гуру и так далее. Всех у нас единая природа, но часто нам мешает разглядеть какие-то условности, связанные с теми или иными религиозными, в том числе различиями, верованиями, убеждениями, невежеством, ленью и так далее. Если человек будет целенаправленно, осознанно и искренне распознавать себя, распознавать, что он хочет, почему, осознанно подходить к своей жизни на том уровне, где он в данный момент находится, то тогда всегда будет способ найти правильный путь. Даже если ты не суперпродвинутый. У нас вчера был в центре человек, пришел, и он говорит, вот что-то у меня появилось такое желание, так сказать, открыть свои чакры. Я говорю, ну, желание замечательное, будем открывать, чистить, а то погнули, знаете, бывает всякое. Как ты считаешь, вот человек, который хочет, для чего вообще это надо? Материальное тело, это все-таки какие-то энергетические тела, которые вокруг нас, это же центр энергии. Поэтому, ну, с этого можно было бы начать, да? Я думаю следующее. Как правило, за какими-то хитрыми формулировками есть вполне понятные и простые желания. Вот что меня привело вообще в эту магию, во всякую? Я просто утратил смысл жизни, да? Вот был у меня суровый кризис, причем в 18 лет молодой человек, в общем-то, полный сил, по идее, должен был быть. Но как-то не сложилось. И в итоге, как бы, вот эта утрата смысла физического мира привела меня к тому, что я ощутил, что есть смысл в чем-то другом. Нашел его в магии. Вот в том числе в раскрытии чакр. И для меня это был некий вот путь развития. Другое дело, что когда человек говорит, я хочу открыть чакры, а подразумевает, что я хочу стать успешным, да? То есть, он где-то, ну, у него есть желание быть успешным. А, как бы, где-то он услышал, что человек, у которого открыты чакры, он более успешен, например. То есть, надо просто напрямую осознать, что ты хочешь, да? И тогда уже подбирают, понимать, надо себе открывать чакры для того, чтобы быть успешным. Или надо, скажем, научиться просто определенному отношению к миру, например. Вот. Я бы сказал, что само по себе открытие чакр, работа с чакрами, работа с энергией – это неплохой инструмент. Но, опять же, это меч, который держит рука. То есть, им можно и порезаться. Зависит от мотивации. То есть, здесь я бы не сказал, что прям никому нельзя открывать чакры, или обязательно надо всем. Вот. Опять же, зависит от конкретной ситуации. То есть, с моей точки зрения, в целом, если человек стремится к познанию вот этих неких тонких пластов реальностей, это хорошо. Но, опять же, эта самая тонкая реальность – это более сложный уровень взаимодействия, уровень повышенной сложности. Это тоже надо иметь в виду, что раскрывая чакры, ты не только решишь те проблемы, которые тебе сейчас известны, но и получишь те, о которых ты сейчас и не подозреваешь. То есть, тогда не надо этим заниматься, получается? Заниматься этим надо с правильной мотивацией. Если ты готов принять не только плюсы, но и минусы, если ты готов именно развиваться, то да. Но если ты хочешь достичь каких-то, как сказать, слишком человеческих целей, используя сверхчеловеческие инструменты, то тогда это похоже на нарезание колбасы двуручным мечом. То есть, есть инструменты попроще. Вот мне периодически писали, и одно время люди сейчас уже перестали, что хочу уйти в эзотерику, чтобы зарабатывать много денег. Но, допустим, есть инструменты, которые позволяют зарабатывать деньги гораздо лучше и безо всякой эзотерики. То есть, цель и средства несопоставимы. Отсюда и опасность. То есть, человек берет двуручный меч, ну, в самом хорошем случае, у него просто он его не поднимет. То есть, не откроет он себе эти чакры, он там посидит и уйдет заниматься своими делами, которые он лучше чувствует и понимает. И этот временный интерес, он как пришел, так и уйдет. В худшем случае, что-то у него может под каким-то влиянием раскрыться. Но тогда он столкнется с силами, которые гораздо больше того, что он может удержать. И тогда, как бы, уже, ну, возможно, какие-то нарушения психики или физики. Либо изменение мотивации. То есть, он пришел, например, с целью заработать денег побольше. Но когда он почувствовал реальную энергию, он понял, что деньги – это не единственное и не самый лучший результат действий. Хотя деньги, конечно, тоже хорошо. Но, как бы, идти, допустим, в эзотерику ради денег, открывать чакры, чтобы денег было много, это не всегда лучший вариант. А вот, если ты хочешь развиваться именно, именно развитие – это хорошая мотивация. То есть, развитие многоплановое. Как следствие этого развития будет меняться все во всех сферах, в том числе и в материальной. Но это уже другое, то есть, человек уже готов к неким трудностям, которые он встретит. Так же, как вот человек, который, я не знаю, всю жизнь был исполнителем и мечтал стать директором. У него в сознании такая картинка, что директор – это человек, который приходит иногда на работу, ездит на хорошей машине и ничего не делает. И он вот думает, я вот хочу стать директором, ничего не делать, ездить на машине. Но когда, например, он реально им становится, он обнаруживает, что директор, например, этот, он, не знаю, 24 часа в сутки занят продвижением каких-то проектов, которых он вообще не знал. Сталкивается с какими-то трудностями, о которых он не подозревал. Улаживание каких-то взаимодействий, я не знаю, с политиками и так далее. Вот, то есть, вместе с тем, что он мечтал о машине и приходить там на работу попозже, он получает какие-то вещи, которые, так сказать, грузят его гораздо сильнее, чем исполнительная вот эта роль. Вот. Так же и с чакрами. Да, это похвально, что человек хочет раскрыть чакры, хочет познать новое. Да, но надо иметь в виду, что вместе с раскрытием чакр человек столкнется с подсознанием своим, то есть, со своей кармой. Это значит, все какие-то негативные качества, которые в нем есть, под влиянием той же энергии, которая через него поет более сильным потоком, они тоже будут сильнее проявляться. То есть, сила, она увеличивает громкость всего. Как и позитивных качеств, так и негативных. Страхи могут проявиться. То есть, например, человек решил раскрыть чакры, чтобы стать успешным. Духов. Нечаянно. Один раз. Все. То есть, травма на всю жизнь может быть вообще. Страх, ужас, не может спать. А хотя было вроде бы такое безобидное желание. Ты знаешь, есть такая ведическая притча вот на эту тему, которую ты рассказываешь, захотел стать директором. Притча следующая. Живет сапожник один. И причем очень и очень он классно работает. К нему идут все. Самый главный сапожник в этом городе. То есть, наработал себе такие серьезные репутацию такую, что никто вот кроме... Но работать приходится очень и очень тяжело. И вот этот сапожник живет в полуфинении. И когда... И в окно он видит только вот самый верх. Самый верх. Там он даже улицы не видит. А напротив находится... Он живет напротив дворца. И вот он видит каждый раз, как на балкон выходит царь с ревной. И та берет чашечку и кормит его вишенками, виноградиком кормит его. И у него такая картина. Вот я тут пошел. Какая несправедливость в этом мире. И я тут работаю, работаю, в позе лица живу. А тут такой дворец. И там ни хрена не делает этот царь. Его кормят там с ложечки, можно сказать. И вот он все мечтает, как бы, что было бы, если бы он стал царем. И вот в один день на утро он просыпается и смотрит. Он попал в какую-то совершенно непонятную обстановку. Во-первых, он лежит в какой-то громадной кровати с какими-то перинами. Вокруг какие-то люди стоят. Причем все смотрят на него подострастно и кланяются. Короче говоря, он стал царем. И вот когда он стал царем и окунулся в эту жизнь, а ему, значит, он хочет одеться, ему не дают. Он говорит, как это? Я хочу помыться, ему не дают. Мы себя сейчас будем мыть, мы тебя будем одевать. А потом, значит, я хочу есть. Он говорит, есть нельзя. У нас там посол, вы должны, ваше величество, принимать посла. Короче говоря, он так пробыл один или два дня. И ему дико захотелось обратно. То есть, ну, для этого, как я понимаю, все-таки человеку надо знать свое предназначение, верно ведь? Он же не знает. И вот он ходит на работу, в нашем мире имеется в виду уже, ходит на работу, зарабатывает деньги, ну, выполняет свой кусочек работы и получает свой кусочек денег, допустим, да? Но не нравится ему эта работа. То есть, он делает как-то по принуждению. Что же делает? А деньги зарабатывать надо. Опять возвращаемся в этот материальный мир. Как ты считаешь? Я бы сказал так. Нравится, не нравится. Это реакция разума. Которая основана на каких-то убеждениях. Например, если сравнить, я не знаю, ребенок, который родился, грубо говоря, на помойке в какой-нибудь стране третьего мира, и ребенок, который родился в самой элитной, я не знаю, больнице в Манхэттене, где-нибудь, по сути, у них нет вот этого различающего ума, а им одинаково прикольно, грубо говоря, или одинаково страшно появиться в этом мире, что-то в этой больнице, что-то там на этой помойке, без разницы, по сути. Нет вот этого различающего рассудка. Со временем человек растет, например, в Манхэттене, или вот на этой стране третьего мира, и он начинает узнавать, что вот есть так, есть так. И возникает категория, что вот это хорошо, это плохо, это мне нравится, это мне не нравится. И, как правило, нормы, что вот это хорошо, а это не очень, они диктуются откуда-то, ну, откуда-то из социума, или из семьи. И человек в итоге, как бы он уже не он сам проявляется в своих действиях, а вот эти программы. А его душа, она стремится проявиться вообще через тело, через разум, и возникает часто конфликт между этими программами. И в итоге этот конфликт приводит к тому, что человек недоволен тем, что он делает, но в то же время он вынужден этого следовать. На самом деле не вынужден. Вот, всегда есть выбор. Главное, тут проблема в том, что когда человек говорит, и мне это не нравится, часто он не добавляет вторую часть, а что ты хочешь, да, вот что тебе нравится. Потому что, чтобы начать что-то делать другое, надо не только отрицание, но и утверждение, как бы две полярности. Когда две полярности уравновешены, есть отрицание одного и утверждение другого, тогда появляется процесс перехода из одной точки в другую. А когда есть только одна точка отрицания, когда человек всех ругает, там, президента и так далее, и соседей, и вообще и самого себя, и свою работу, ну, не предлагает, не предпринимает позитивных действий, чтобы изменить это, да. Хотя эти действия всегда можно предпринять. Какие-то мелкие, там, например, я не знаю, встать пораньше, пробежаться, ну, 10 минут хотя бы, уже эндорфины в кровь, грубо говоря. Другое состояние. В этом другом состоянии приходишь на работу, другие действия, другая эффективность. Другая эффективность, другое, так сказать, другое отношение с работодателем, условно говоря, или со всей ситуацией на работе. Другое отношение, там, все, уже вся ситуация другая. Та же самая работа перестает быть ненавистной. Либо появляются силы изменить, потому что человек, он часто боится сделать вот этот шаг, хотя, на самом деле, объективных предпосылок для того, чтобы его не делать. Их, в общем-то, может и не быть. Бывают такие ситуации, что человек, там, чуть ли не знаю, не застрелиться готов, если его уволят с работы внезапно. Я, кстати, общался вот с некоторыми людьми, которые очень, так сказать, боятся потерять вот некий социальный статус. То есть, по сути, руководит страх. И когда человек становится хозяином своего разума, то тогда у него все меньше поводов для недовольства. А если человек сам себе не хозяин, то, соответственно, он и недоволен постоянно чем-то. Но прежде всего, самим собой. Потому что любое недовольство внешним миром всегда отражение вот этой внутренней неудовлетворенности. Так что, я бы сказал, если человеку не нравится то, чем он занимается, первое, это подумать о том, чем бы ты хотел заниматься. Что бы ты решил делать. И начать это делать в свободное время пять минут в день, условно говоря. Например, человеку не нравится ходить в офис, но ему нравится на природе быть. Хотя бы пять минут в день пойти в сквер посидеть. Просто так, безо всяких денег может убраться в этом сквере и так далее. И постепенно хобби может перерасти в профессию. Но даже наличие какого-то хобби в свободное время часто очень многое меняет. Но люди, как сказать, утверждая отрицание, не всегда готовы к утверждению нового. Не готовы они меняться. Где-то я видел такую интересную картинку, что на трибуне выступает человек и спрашивает, кто хочет перемен. Лес рук. Кто хочет измениться. Ни одной руки. Вот. То есть, если человек начинает внутренне меняться, пошагово, не обязательно сразу резко все поменять, а вот раз и на пять минут в день допустить в свою жизнь что-то такое, что ты давно хотел, например, хотел бы делать. Но по каким-то причинам не мог или думал, что это нельзя. Ну, если это, конечно, не какое-нибудь правонарушение в таких разумных пределах. Так что я бы сказал, что вместе с отрицанием необходимо и утверждение. Плюс еще мне нравятся правила в этом не яма, опять же, шауча, удовлетворенность. Ой, Сантоша. Соответственно, то есть, быть довольным тем, что есть. Потому что всегда есть поводы для брюзжания. Человек современный, он на самом деле в отличных условиях живет, как короли в древности. Не каждый король мог себе так позволить жить, чтобы была там горячая вода, свет в таком количестве и так далее. То есть, на самом деле, условия-то неплохие. Вот это вот недовольство, оно, как правило, имеет природу такую, я бы сказал, психологическую, и которая связана с конфликтом вот этих внутренних программ. Оно внутри сидит. И если человек, во-первых, поймет, чего он хочет, что тоже не всегда очевидно для него, во-вторых, начнет предпринимать конкретные действия, чтобы измениться, для того, чтобы действовать так, как хочет он, а не хочет что-то, что ему чуждо, по каким-то причинам, но он вынужден якобы с этим мириться, и так далее. Часто все это чистое построение разума. Вот, я когда был в этом, как живу, парке, есть Читван в Непале, и там впервые я увидел, что здоровые слоны привязаны к каким-то маленьким шестам. Вот, маленькая палка воткнута в землю, и к ней здоровый слон привязан, и он никуда не убегает почему-то. Вот, и спрашивали мы, а почему так? Он говорит, а вот в детстве его привязали к этой палке, он был маленьким слоненком, у него не было сил от нее оторваться. А сейчас он здоровый слон, но у него в сознании до сих пор не изменилось понимание, что он стал больше, да, то есть, он не понимает, что он может выдернуть эту палку, ему до сих пор кажется, что она очень большая и тяжелая, как в детстве. И, честно говоря, многие ограничения, когда человека что-то мучает, что вот он где-то там привязан к чему-то, это как вот большой слон привязанный к маленькой палке. Много такого. Не всегда, конечно, есть, я бы сказал, всякие кармические силы, которые вынуждают человека участвовать в тех процессах, которые ему не нравятся, но это следствие его собственного выбора, сделанного разве что много там лет назад еще, может и много воплощений, и, соответственно, тут уж, как говорится, да, есть такие ситуации, но это далеко не все такие. Понятно. Хорошо, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, ютуб-зрители, напоминаю, мы беседуем с Сергеем Мельником, одна из редких, так сказать, ситуаций, когда Сергей находится, более-менее свободен для беседы на радио центра Сан-Гейтс. Все программы записываются, они потом выставляются в ютуб, где вы можете задать свои вопросы, ну, если вы хотите напрямую, скажем так, во время передачи задать такой вопрос, это Сан-Гейтс 1.0.8, Сан-Гейтс Солнечный оборот на конце буква С. Последняя реплика, наверное, которую я бы тоже хотел в этой связи отметить, о том, что человек все время чего-то хочет, ему всегда, как в той песне, пелось чего-то не хватает, зимой, лето, осенью, весны. Ну, на самом деле, этому учил Будда, Сиддхарта, который говорил, что вот эти вот наши желания причиняют нам очень, мягко говоря, серьезные неудобства, потому что мы хотим, мы желаем, а у нас они не получаются, поэтому целая есть практика, как, так сказать, ну, не то, чтобы убрать у себя эти желания, а относиться к ним, ну, вот просто так оно и есть, и оно есть, вот мысль появилась, она ушла, не надо гнать прочь, надо относиться к этому, как, ну, вот есть и есть, больше ни к чему, полагаю так, Сергей, ты с этим согласен? Ну, в целом, да, есть много процессов, которые нам лично не подконтрольны, но на все воля Божья. Да, это правильно. Хорошо, дорогие друзья, на этом тогда наша программа уже подошла к концу, мы должны заканчивать, ну, и я благодарю Сергея, в первую очередь. Я вас благодарю за внимание. Спасибо, да, ну, и наших радиослушателей, телезрителей, которые смотрят и будут смотреть эти программы в записи, за то, что они принимают участие, активно, так сказать, участвуют, задавая свои вопросы. Мы уже вне эфира поговорим и определим тогда время, когда будет свободно возможность провести нашу следующую программу, хорошо? Да, конечно, с удовольствием. Договорились. Все, еще раз спасибо большое, всего доброго, до свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова